А сейчас о ситуации в Кирове, где накануне прошли мощные снегопады, нам расскажет глава администрации города Илья Шульгин. Илья Вячеславович, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, вот насколько вообще погода в Кирове необычна для апреля? Ну, по информации нашего, это из-за метеорологии, такая аномалия в последний раз была в 82-м году, то есть 36 лет назад. Поэтому, я думаю, что это скорее неожиданность, чем правила последних снегопады нас посещали. Расскажите, а как коммунальные службы справляются со своими обязанностями? Удалось ли предотвратить чрезвычайные происшествия? Ну, горожные службы начинают с выписания, работают в общенном режиме. Понятно, что есть определенный дискомфорт для граждан, особенно это было видно вчера, потому что техники, которые у нас не хватает. Но, тем не менее, вся техника работает. На сегодняшний день могу сказать, что ситуация была серьезно за прошедшую ночь, потому что все отработали, я считаю, удовлетворительные. И такие тяжелые последствия стихии, они ликвидированы. Расскажите, как работает общественный транспорт? Все ли ходит по расписанию? Ну, вчера были определенные затруднения у электротранспорта, поскольку у нас город на холмах, поэтому были определенные моменты. Но там двигали, помогали двигаться троллейбусом. А в целом, поскольку машин было существенно меньше, все-таки многие поменяли уже, перехали на летний резинок, то, в принципе, транспорт вчера работал удовлетворительно и на маршрут вышел основной состав. Что касается сегодняшнего дня, то ситуация, а хоть штатно, выход на линии 100%. Ну, раз идет снег, понятное дело, что на улице холодно. Есть ли в квартирах отопление? Конечно. Конечно. Это независимо от стихии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!